Всем привет, это Егор. В обновлении 0.19.0 одним из главных изменений станет внедрение новой системы входа в бой, которая позволила реализовать просьбу многих игроков, а именно систему выборов и запретов, также известную как пики и баны. В этом видео мы расскажем и покажем, как она будет работать. Начинается все привычно. Вы нажимаете на кнопку в бой. Как вы видите, появилось меню выбора роли. Выбираете роли, на которых вы хотите играть. Это может быть как одна роль, так и все четыре. Выбор всех четырех ролей позволит вам быстрее найти игру. Система запомнит первый выбор ролей для режима и в следующий раз нужно просто нажать кнопку готов. Также на этом экране вы можете видеть, какие роли выбрали игроки в вашем отряде. Матч найден. Первое, что вы видите роль, на которой вам предстоит играть. А затем карту, на которой пройдет бой. После этого вы попадаете на экран выбора оперативника. Если вы вдруг пропустили экран, на котором была указана ваша роль в бою, то обратите внимание на иконку роли белого цвета. Это и есть ваша роль. Чтобы выбрать оперативника, нажмите на него левой кнопкой мыши, а затем кнопку готов. Оперативник выбран и вы попадаете на экран его настройки. Здесь вы можете поменять выбранные навыки, камуфляжи, образы, добивания и эмоции установлены на этого оперативника. Выбирайте все, что вам необходимо и жмите кнопку готов. Работает эта система будет во всех режимах. Хоть она немного и увеличит время до начала боя, ее преимущество того стоит. Ранговые бои. В ранговые бои мы внедрили полноценную систему выборов и запретов. Поиск боя не отличается от обычной системы входа в бой, но есть один нюанс. Помните первый этап, когда вам показывали карту. В ранговых тут будет голосование за карту, на которой вы не хотите играть в бою. Система дает три карты на выбор. Каждая команда может заблокировать одну карту и на оставшейся состоится бой. Если в процессе голоса внутри команды разделились, то система выберет случайную из двух. Если команда не проголосовала за запрет карты вообще, то система выберет случайную из трех карт вместо вас. Затем начинается этап запретов оперативников. Каждая команда может заблокировать двух оперативников разных ролей. Обе команды одновременно выбирают кого заблокировать. Запрещенным будет тот оперативник, за которого игроки команды отдали больше всего голосов. Если голоса разделились, например два голоса отдали за велюра, а еще два за арчера, то в таком случае система случайным образом выберет одного из этих оперативников. Если команда не проголосовала за запрет оперативников вовсе, то на этом этапе запрета никто не будет запрещен. После этапа запретов начнется этап выбора оперативников. В ранговом режиме выбор оперативника будет происходить в заранее определенном порядке, который вы сейчас видите на экране. Переход на этап настройки оперативника произойдет после того, как будут выбраны все оперативники у обеих команд. Ранговый режим будет доступен игрокам от 20 уровня аккаунта, у которых есть хотя бы три оперативника одной роли больше 10 уровня. Например, у меня есть только три штурмовика, которые соответствуют условиям. Это значит, что я могу начать поиск только на роли штурмовик, а на остальных ролях не могу. Теперь вы знаете, как работает новая система входа в бой. Если вам интересно узнать подробности и почему мы изменили систему входа в бой, читайте статью по ссылке в описании.